Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, я сразу хочу поблагодарить Кофейный дом Педрон, благодаря которому я и вы узнаете, как же правильно готовится кофе. На примере капучино мы посмотрим, как нужно правильно готовить кофе, и вы всегда сможете отличить, насколько качественный напиток вам приготовили в том или ином кафе. Ну что ж, мы остановились на самом дорогом кофе в мире, вот я вам его показываю, это кофе Гейша, я совершенно не разбираюсь в кофе, и здесь абсолютно доверяю специалистам, которые проводили мне консультацию, экскурсию по фабрике. Давайте посмотрим на исторические объекты, отреставрированные, которые свидетельствуют об огромной любви кофе. Итак, перед нами дегустационный зал. Мы должны понимать, что кофе в традиционном его виде, как мы сейчас пьем его в баре, неважно, пьем мы капучино, либо просто кофе, появился сравнительно недавно, и вот эта характерная пенка является отличительной чертой именно современного кофе, если так можно сказать. И этот кофе, к которому мы привыкли, он появился благодаря определенной мощности, которую удалось достичь как раз-таки в кофемашинах. Итак, мы находимся с вами в баре, давайте предположим, хотя мы в дегустационном зале, давайте посмотрим, как правильно готовится кофе. Итак, традиционно кофе может готовиться на две порции, может готовиться на одну порцию. Сейчас машина, кофемашина очищает сама себя. Это нужно для того, чтобы ваш напиток получился 100% качественным. Посмотрите, какая вода выходит, если не очистить кофемашину и сразу же начать готовить кофейный напиток. И вот такая вода должна быть уже после промывки, которая непосредственно пройдет через перемолотые кофейные зерна. Кофе должен быть помолот в моменте, это очень важно. Вот таким образом очищается от предыдущего помола и приготовления специальная капсула, специальная воронка. Очень важно, чтобы она была максимально очищена, потому что если произойдет двойная эстрация кофе через как раз-таки те остатки, которые сохранились на дне, назовем это воронки, то произойдет изменение вкуса. То есть получается, часть кофейных зерен будет через них пропустится вода первый раз и через часть, хоть даже и очень-очень мелкую пропустится второй раз. И это повлияет на вкус и качество напитков. Итак, при вас должен произойти помол. Вот таким образом. Далее очень важно спрессовать, выровнять кофе перемолотый уже непосредственно в так называемой воронке. Это важно сделать за тем, чтобы вода прошла максимально равномерно. И вот здесь мы выходим на этот нюанс. Даже если клиент попросил одну порцию кофе, один капучино, правильно и качественно делать две чашки напитка и одна чашка потом превратится в капучино. Потому что если брать монопорцию на одну чашечку кофе, молотого кофе, вы увидите, что воронка, в которой насыпается кофе, в которой потом прессуется кофе, она имеет вот действительно скошенные углы и похожа в чем-то все-таки на воронку. И как ни крути, даже самые качественные кофемашины не могут пропустить равномерно за счет формы этой воронки воду. Поэтому, если вы хотите очень качественный кофе, если вам хотят приготовить и предложить очень качественный кофе, даже если никого больше нет, кто заказал еще одну чашку, кофе будет приготовлен на две порции. Вот таким образом. Очень многие полагают, и я была среди их числа до того, как посетила фабрику кофе Педрон, что если кофе короткий, если мало напитка непосредственно в чашке, то это очень сильный кофе, и он ударит кофеином. Наоборот, чем дольше проходит вода через перемолотый кофе, тем выше процент кофеина в напитке. Это значит, что если вы просите кафе Лунго, и вода чуть больше проходит по времени через кофейные зерна, которые были перемолоты, вы получаете напиток, который, казалось бы, разбавлен водой чуть больше, но по факту в нем больше и выше процент кофеина. Очень важно, чтобы кофе, если вы не пьете капучино, а просто заказали классический кофе, имел так называемый тигровый окрас, то есть пенка имела так называемый тигровый характерный окрас. По-другому не скажешь, он действительно тигровый. Вот так должен выглядеть качественно приготовленный кофе из качественных зерен. Меня часто спрашивают, Яна, зачем ты мешаешь свой капучино, если ты не кладешь сахар. По правилам, даже если вы не кладете сахар, если вы хотите действительно дегустировать вкусный напиток и насладиться им, вы должны перемешать ваш кофе, потому что, по сути, кофе будет состоять из трех частей. Из трех частей, которые обуславливаются как раз таки инстракцией. Поэтому, чтобы насладиться кофе, вы должны любой вид кофе помешать ложечкой. Не обязательно при этом добавлять, допустим, сахар. По поводу капучино. Это тоже очень важно. Я знаю, что во многих кофейнях этим шагом пренебрегают. Очень важно, чтобы насадка, при помощи которой происходит взбивание молока в пену, очищалась каждый раз после использования. Раньше, кстати, когда я только приехала в Италию, меня коробило использование при приготовлении кофе вот этих тряпочек, которые я вам показала. Одной тряпочкой очищается действительно воронка, куда насыпается молотый кофе, а другой тряпочкой, как правило, очищается как раз таки специальная насадка. Мне казалось, что это очень негигиенично. И вот я узнала, что это как раз таки шаги, которыми нельзя пренебрегать. Ну что ж, посмотрим еще раз на кофе. Об этом кофе я рассказывала в прошлом видео, говорила, что кофе действительно сушится на солнце, но если сезон дождей, то прибегают к другой технике ферментирования. Ее изобрели именно в Англии. А это книга путешественника, причем книга аутентичная, который описал свои путешествия, описал растения кофе. Вот, пожалуйста, в реальном размере рисунок кофейного, кофейной ветки, кофейного листа. И вот так выглядит эта аутентичная книга, которая является безусловно раритетом. Называется «Путешествие в Арабию». Ну что ж, огромное спасибо кофейному дому Педрон. Огромное спасибо Игор Педронко. Оказался очень гостеприимным хозяевам. В прошлом видео я рассказывала, что этот бизнес, если так можно сказать, он наследовал от своего отца. Это семейный бизнес. Увидимся с вами, мои прекрасные зрители, очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok